МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приближается прекрасное событие, День города. Уже в эти выходные нашей красавице Тюмени исполнится 435 лет. Она процветает, растет, строится, и это не может не радовать. О преображении и развитии лучшего города Земли поговорим в нашей первой части программы. В гостях у нас председатель Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сейчас Тюмень выглядит прекрасно. В выходные выбираешься, идешь по набережной, по центру, все. Все идет и пахнет. И нельзя не заметить, что очень быстро строятся новые парки, скверы. Да, целые кварталы. Да, дома. Расскажите, когда началась активная застройка Тюмени? Свою трудовую деятельность я начал в 93-м году. Поэтому могу сказать, что это перестроечное время, такой импульс придало строительству, потому что появились коммерческие объекты, индивидуальные жилые дома и, в общем-то, торговые центры и так далее. Поэтому, наверное, первый толчок – это вот 90-е. В 2000-х, сначала 2000-х, я по своей практике могу сказать, что много появилось общественных зданий. В 2003-м мы сделали первый гипермаркет «Южный». В следующий год был «Магнат», потом был «Центр Европы», потом «Реконструкция ЦУМа». Каждый год. То есть, в принципе, объекты строились нормально, активно. Ну и последнее, конечно, до 2008-го года был достаточно живенький период, 2008-го. Потом кризисные явления, но снова, как говорится, новый виток. В последнее время тоже понятно, почему активное строительство, да. Президент говорит, стройте больше, поэтому мы начали выходить уже и в поля, вы это видите. А изначально, вот географически, как эта застройка располагалась, может, с каких районов начиналась? Ну, город вообще наш линейный, Сибирский тракт, и поэтому главная улица республики. Естественно, основное строительство было вокруг нее. Это, если говорить о старых районах, это там и КПД в районе, где Русь и ДК. И, в принципе, там, наверное, была более-менее какая-то граница города. За железную дорогу шагнули уже в 70-х, за Ригу еще чуть позже, в 80-х. Поэтому город, любой город, линейный город, он стремится к кольцевой структуре, поэтому, собственно говоря, сегодня и появилась кольцевая дорога и так далее. Поэтому любой строящийся, увеличивающийся город, агломерация, надо стремиться к такой кольцевой структуре. А в таком случае, когда появились первые микрорайоны? Первый, второй, третий? Вот, мальчишка, я переехал в 72-м году в дом около моста Мельникайте, 50-летнего КСМ. Мы бегали за железную дорогу, там ничего не было, там было летное поле ДСАФ, самолетики взлетали, кукурузники, парашютисты прыгали. Поэтому вот где-то со второй половины 70-х началась застройка. Первый, второй, третий микрорайон, это вот как раз Олимпийская, Пермяково, то есть вот эти вот микрорайоны. А Зарика, да, позже, дело в том, что там же низкий берег, и там приходилось отсыпать, намывать грунт, потому что, ну, болото, пойма реки, и поэтому там строительство более сложное, более дорогое, оно началось позже 80-х. Андрей Владимирович, скажите, а вот первый, второй, третий микрорайоны, они были названы по хронологии строительства? А так, ну, им нумерутся? Ну, по проектированию, да, то есть проектировали, по сути, несколько территориальных вот этих микрорайонов, да, и обозвали их первый, второй, третий. То есть действительно первый появился первым, ну, третий, третьим, так? Ну, я не могу сказать, что прямо не строили одновременно, может быть, в разные микрорайоны разные застройщики вышли, тоже вариант. Но в целом, как бы, да. А вот сейчас новые микрорайоны, как они планируются? Ну, на сегодняшний день, видите, когда теперь земля стала предметом коммерции и прочее, естественно, многие нормы проектирования, они хоть и остались, но на сегодняшний день нам очень сложно работать по этим нормам. Почему? Ну, проектировать город, я имею в виду, я вообще по образованию, градостроитель. Вот, почему? Потому что, ну, если вы приобрели какой-то кусочек земли, да, вы на нем практически собственную застройку строите, ну, может быть, даже и город в городе. Вот, и поэтому между собой районы зачастую плохо, так скажем, соприкасаются, если проекты сделаны в разное время, там, или, может быть, одновременно проектировались, где-то вот нарушены связи, там, транспортные, пешеходные и так далее, и вот, не всегда это хорошо. Я перебьюсь про разные проекты. В разных городах почему-то где-то улицы, ну, имеют свое название, а где-то просто микрорайон с номером и номер дома. Например, даже в Тобольске, да. Почему так и как это планируется? Посмотрите, микрорайонная застройка, по сути, это, вот, на самом деле, город в городе, застройка, где нет внутреннего движения, да, поэтому можно улицы, там, как в Нью-Йорке, с 33-то веню в веню, да, и тогда четкая понятная сетка, по ней движется транспорт, там, пешеходы и так далее. А в микрорайоне дома расположены таким образом, что только с улиц к ним есть внутренние проезды, и территория для пешеходов-то достаточно комфортная, то есть, по нормам проектирования, раньше ребенок, который идет в школу или в садик, да, там, он не пересекает никакие улицы автомобильные, поэтому, в принципе, я ходил совершенно один в школу с первого класса, и, как говорится, никто меня не сопровождал сегодня. Это сложно представить, как дети могут пойти там в школу самостоятельно. Ну, есть, наверное, районы, конечно, где-то места, но в целом это уже проблематично. Вот, а раньше так проектировалось, и в целом совершенно спокойно дети сами ходили. Я в бассейн ездил сам, ну, далеко было, но... Другое время, другое время. Слушаю вас, убеждаюсь, как я все-таки обожаю нашу чудесную Тюмень с ее неповторимыми и уникальными парками и памятниками в том числе. Кстати, многим полюбился один из самых красивейших и мимимишных скверов города – сквер Кошек. Его открыли 25 июля 2008 года. Думаю, у каждого в архиве найдется пару фотографий этого замечательного места. Да, все подробности об этом городском уголке нам расскажет Анна Рабчук. Впереди рубрика «Скверы Тюмень». Необычный архитектурный объект умиляет посетителей сквера. Это скульптурная композиция, где развятся 12 Кошек. Здесь всегда есть туристы, всегда есть дети, у фигур хвостатых, даже задерживаются взрослые посетители. А все потому, что сквер находится в самом центре Тюмени, между центральными улицами Республики и Ленина. И представляет из себя аллею. Под золотом скрыт чугун. Кошки отлиты из металла на Южном Урале. Это в Кослях в Челябинской области. Авторы тоже оттуда. А тумбы из гранита. К симпатичным фигурам тянет детей, на них взбираются, их обнимают, их труд, и краска частенько, вот видите, слазит. А бывает, что кошки и без хвостов, и лап остаются. Их даже реставрировали уже. Некоторые пытаются разглядеть в этих фигурах сибирских кошек, хотя на самом деле фигур не символизирует. Именно сибирский, хоть и назван так сквер, вот видите, даже пояснительная табличка есть. Сибирский, потому что наши кошки во время войны спасли блокадный Ленинград от крыс. История-то здорово, но вернемся в наши дни. Я почитала отзывы в интернете про этот сквер, и многие радуются, что наконец-то убрали зеленый забор, который мешал виду. Видите, вот это здание отреставрировали, фасады теперь другие, окна в пол. Теперь стало красиво и совсем другой вид. Несколько лет реставраторы занимались восстановлением архитектуры и исторических особенностей здания. По проекту, говорят, здесь будут торговые площади, также будут офисы, все пространства будут максимально открытыми. Ну а пока, видите, все занавешено, и пока непонятно, что внутри происходит. Еще одно интересное место в этом сквере – это скамейка, она деревянная. Позади меня видите фигуры из кошек. Именно это место я предлагаю использовать для селфи. Еще одна особенность сквера – это шумная дорога. Обычно скверами называют озелененной территорией, где можно не только прогуляться, но и побыть в тишине. Вот видите, здесь проходит улица Первомайская. Заслуживает ли внимания? Да. Памятное место – да. Есть ли деревья, кусты, зелень? Есть. Но очень уж много критики со стороны урбанистов и тех, кто занимается архитектурой. В общем, посетить этот сквер нужно, хотя бы, когда вы идете по делам или проходите мимо, тем более, что сквер находится в центре города, и здесь есть магазинчики и кафе. Напомню, что у нас сегодня в гостях председатель Тюменского отделения Союза архитекторов России, и говорим о том, как строилась Тюмень. Андрей Владимирович, мы только что посмотрели про сквер кошек. А мне хочется узнать, какой вы сквер в Тюмени считаете самым идеальным с точки зрения архитектуры? Ну да, ну или не сквер, а какой-то, может быть, объект. Парк, да, памятник. Что вам нравится? Ну, вообще, все восторгаются, и не зря многоуровневой набережной. И, в принципе, я тоже считаю, что там интересно иногда прогуляться, да? Может быть, не каждый день. Надо было в твоем вопросе сказать, а кроме набережной в Тюмени, что еще есть? Мне кажется, любят все. У нас просто небольшие скверы, на самом деле, и парки не огромные. Вот, ну вот, например, Затюменский лесопарк, да, достаточно такая неплохая территория, где есть разные совершенно зоны, там, с детьми поиграть, и тихо прогуляться по дорожкам, по аллеям тоже, в принципе, можно. Поэтому, наверное, это такой неплохой пример. Если их будет больше, ну, здорово. Слушайте, я еще об одном хотел спросить. Вот раньше, судя по фотографиям и видео, хоть мы с Лизой и не жили в Советском Союзе, да, но все-таки можно было заметить, что везде фонтаны были, да? Это была какая-то такая мода, и почему сейчас, как кажется, что уже нет этого? Да, только вот, пожалуй, на площади 400-летия театра. Ну, фонтаны, как любое, там, гидротехническое сооружение, да, за водичкой надо следить. Вот сегодня, там, вода пахнет или что, не нравится. То есть, любая вода, которая в системе, она сама тоже цветет и так далее. Поэтому надо ухаживать за этим, это просто затраты определенные. Ну, для красоты это необходимо, вот, надо просто понимать, что бюджет, это должно быть заложено, и все. Поэтому, я думаю, здесь, наверное, останавливает только это, потому что сделать хороший парк – это полдела. Надо его потом содержать. А как раньше планировались те парки и скверы? Как места выбирались? Ну, вы, наверное, удивитесь, возможно. По нормам проектирования зеленение в городе должно занимать 40-50%. То есть, на человека, ну, разные расчеты, но, в принципе, около 10 метров зеленения должно быть. Поэтому в микрорайонах тоже, собственно говоря, при их планировании, порядка 30-35% должно быть озелененных территорий. Опять же, возвращаясь к тому, как сегодня генплан проектируется, да, это уже легло на плечи города. То есть, застройщики, как правило, скверы не строят. Ну, то есть, маленькие, может быть, какие-то локальные места. Возле своих комплексов. Да, то есть, чисто как благоустройство. Но городской парк, сквер – это уже все-таки дело там города. Поэтому и получается, что где-то территории, которые возможно благоустроить, благоустраивает город все-таки. Мы финальным вопросом хотели бы вам задать следующее. Понятно, что мы любим Тюмень, и действительно есть за что, ну, объективно, наверняка вы видели много городов в России, но чего нашему городу, возможно, не хватает? Или что бы вы добавили, чтобы он стал еще лучше? Да. Вот на ваш взгляд? Прямо субъективный взгляд, да. Лучше, 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 городе. Ну, на самом деле, я много чего здесь уже построил, и мне вот не хватает еще бы музеев. То есть, мне кажется, их много не бывает, поэтому можно разные совершенно музеи сделать. Я бы с удовольствием такое спроектировал, построил. Высотное здание. У меня был проект, который согласован нашим предыдущим губернатором. Это самое высокое здание за Уралом, оно больше 200 метров, и у нас пока в городе, к сожалению, нет, не хватает, на мой взгляд, ориентиров. Ну, городских ориентиров. То есть, он немножко такой ровненький стал. И со стороны реки, и со стороны, как говорится, ну, там, например, вокзалов, там, и прочее. Как сориентироваться, где центр, да, где там деловой ровн, да. Ну, просто вы говорили о комплексах, да. Поэтому у нас этого, может быть, да, недостаточно. Короче, добавляем, значит, пару музеев, пару высоток, и Тюмень лучший, 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 как сказала Лиза, город земли. Ура. Сарел Владимирович, спасибо вам большое за такой приятной беседой, и поздравляю вас с наступающим днем города. Да, спасибо, Иван Сибирь. А сейчас мы ненадолго прервемся, уже очень скоро вернемся, расскажем о том, что сейчас происходит в Токио, а также поговорим с воспитанниками казачьего лагеря. Да, обо всем поговорим уже очень скоро, ну, а пока напомним, что спонсор нашей программы – центр сантехники «Ковчег». Надежная сантехника из надежных рук. Нам 30 лет, вам 50 тысяч рублей. Совершайте покупки в центре сантехники «Ковчег» и участвуйте в розыгрыше 50 тысяч рублей и других призов. Улица Широтная, 113. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова